Так, ребята, я вас всех приветствую и ко мне на моего канала Konami TV, DITRAK TV. Так, ребята, у нас сегодня понедельник 2024 году и у нас сегодня, как обычно, небольшой обзор. Обзор на Урал 375D от Виталия Ивановича. Вот, не знаю, как так захотелось, сильно очень захотелось про него ездить и как бы его перед вами оценить, посмотреть и посмотреть на что способен. Да, естественно, что данный тягач является приватной версией от автора Виталия Ивановича. Так, ладно, ребята, версия игры у нас 1.49.23, Steam и лицензия с дополнением DLS. Он также подходит на предыдущую версию, подходит также, подходит на новую версию. То есть, и подходит на финальную версию, а также подходит на новую версию. То есть, и понял, да, как, что, чувак. Ладно, ребята, тут, как обычно, ничего делать не будем. Попадем в покупку курсовик. Уделер бренда модификация, как видите, как мы видим, перед нами, перед нами Урал 375. Предоставлено от Виталия Ивановича. Стоимость этого тягача 2500 рублей. Вот как бы как так. Естественно, что ссылка про этот тягач под видео будет в описании. Да, это для тех, кто чаще хочет развлекаться, ездить по всяким советским тягачам. И так далее, подобно. Что ж, изменяем конфигурацию. Я не знаю, ребята, как вам всё это дело рассказывать. Вот. Ну, я вот на другие тягача ездил, на Урале. Ну, на Урал, как бы, да, там было 4320 было, там 4310-20 было, как бы от Локоса. Но это не от Локоса, это от Виталия Иванушкина. Так, смотрите, ребята. Я вот вчера, я его запустил на новую версию под 1.50. Ну, сами понимаете, что под 1.50 пока нету никакой вездеходной автономной сборки. Типа вот как Суровая Россия или как-то там другой, да. Поэтому я его вернул под 1.49 ради Суровой Россия. Как бы он также предназначен для Суровой Россия. Вот. Ну, там не важно, какая у вас Суровка. Самое главное, чтобы была Суровка. Короче, ладно, ребята, не в сути что. Мы тут начинаем иметь тягач класс, тягач супер. Ну, ребята, я вот, почему я его вчера запустил на 1.50, на некоторые секунды, на некоторые минуты. Смотрите, ребята, да, потом автору надо писать, чтобы автор взял все это дело и исправил. То есть, смотрите, видите, вот изнаружи стеклочиститель идет как в советские времена. А вот если попадем в интерьер, видите, тут полностью по-другому. То есть, выходит так, что тут по-другому, а тут тоже самое по-другому. Видите, да? Вот это про стеклочиститель, вот это дворника. Вот надо, Виталий Иванушкин, надо сказать, чтобы все это дело взял и исправил. И это еще не все, ребята. Условия у него получения мод. Если, когда вы приобретете мод, при обновлении, вы получите при таком способе, при таком условии, чтобы не сливать его на труд и оценить его труд, оценить его мод. Вот, поэтому, как бы, как-то так. Ну, не знаю, я, как бы, сильно захотелось. Я давным-давно, я еще мечтал про егошный Урал, про катиса, посмотреть, как, что, чего. Вот. У меня, ну, у меня там есть другая тягача, там, от Локоса, как бы, вот это Ураль. 43, 20, 10, 43, 10, 20 и так далее, потом да. Ну, ладно, ребята, не судьте, короче. Так, ладно. Что ж, поехали, там, посмотрим, на что наш тягач способен и что нам он докажет. Так, есть 6 на 2, как бы, видите, да, не знаю, почему-то тут, да, там, есть 6 на 2, есть 6 на 2 с открытым, с открытым перед на, этот, как оно там, капот, как бы, да, капот. То есть, видите, да, все как реализовано. Ну, вот это тоже какой-то глюк, косяк, то есть, смотрите, вот тут так начинается, выглядит, а вот в интерьере, видите, как будто тут закрыто, а тут открыто. Вот это тоже минус от автора. Тоже надо, авторам надо обратиться. Да, это для тех, кто начал поддерживать автора, там, со суммой 2500 рублей, как бы, да. А обновление уже вы получите абсолютно бесплатно при таком условии, при таком случае, если вы егошный мод не будете сливать. Ну, там, поделить, сливать и так далее, подобное. Так, ладно, что ж, давайте вернем вот это. Так, что еще там? Тут имеем два варианта шасси, есть 6 на 6, обычный такой. Есть 6 на 6, тандомовский вариант. Теперь посмотрим, какие тут у нас, что добавлено и что изменение. Так, ладно, так, есть вот такая ПНС, типа пожарная, видите, пожарная, со всеми делами, видите, приобретены маячки желтые, ну, синие, это значит спасательные. Так, есть вот такая вариация, видите. А, то есть, есть, как бы, да, ну, это реверс. Так, понятно. Есть вот такая, то есть, перевозка всяких хлама, там, бутовка, там, так далее, подобное. Так, если такая аварийная будка, вахта, аварийная, видите, для перевозка людей, так же есть либо реверс, либо просто освещение. Вот, так, так же есть, так же есть вахта, не фаз, не фазовская, помню, на каком-то Камазе я увидел вот это, вот для перевозка. Есть вот такая самосвал, видите, прикольно, все сделано, самосвал. Так, есть вот такой, такая, для перевозка брунтов, там, железные трубы, там, бревны и так далее, подобное. Есть опять 25, тандемовский вариант, бортовой, перевозка всяких различных цистерн, то есть, канистра, то есть, можно сказать. Так, есть опять такая, такая же история, есть военная вахта, ну, вахта, то есть, видите, автодром, то есть, видите, да, установлена кондиционера, как бы, видите, с полностью всеми делами, видите, да, все как реализованное. Ну, я вот, тоже, вот, по поводу этого тоже надо, к автору надо обратиться, потому что, как говорится, покупатель всегда прав, конечно, покупатель 100% имеет, имеет, сделать претензию, ну, при таком, при таком условии, что обнаружить какую-нибудь недостатку, да, вот. Есть вот такая варианта, то же самое, такая же история, ну, просто, тут, видите, тут по раз, одно и то же, тут просто, как бы, по размеру, но это уже другая кузов, это уже вот другая. Давайте, ребята, я не знаю, давайте, я все это дело, я уберу, я верну вот этот вариант, я думаю, нормально будет. Так, по поводу движка, есть ЯМЗ-236Б, ЯМЗ-238Д, евро 0, есть ТМЗ-842110 и ТМЗ-8424425. Давайте вот это оставляем. Так, по поводу коробки применения передачи АКПП, есть ЯМЗ-236, понятно, там 5-ступенческие передачи, есть ЯМЗ-238, есть ТМЗ-1418, есть ТМЗ-330, то есть, да. Ну, давайте я оставлю, я тут ретардер не вижу, как бы, да, вроде бы тут нормально, ну, пускай будет там 5-ступенческие передачи. По поводу движка, тут тоже самое, вроде бы тут нормально, ну, пускай будет так. Ну, по поводу интернета, я уже рассказывал, так, по поводу цветовой гаммы, что мы тут имеем? Есть олевое зелёное, есть пользовательский цвет, без металлика, пожалуйста, зелёное-белое. Есть хаки-апраба, такой вариаций, видите. Есть оранжевое, есть авария, и верю, как бы, оранжевое есть, и там было зелёное. Есть стартовый вариант, есть синий. Так, есть алясковое зелёное, есть красное. Да, правда, краска красная, сматовый вариант. Есть минерия зелёная, есть серая, есть жёлтая, есть серая, есть лайн-блю, как бы, есть истамбул синий, как бы, есть карьерный, аверю, как бы, есть альфа в гайд серая, есть ураль синий, есть ураль красный. Ну, давайте вот это оставим, я думаю, нормально будет. Или хотя хрен его знает. Ну, пускай будет там зелёный, потому что зелёный, это мой любимый цвет. Так, по поводу тюнинг, тюнинг можно тут разобраться, что к чему, поехали. Так, мы тут имеем ведро, ведро для случая. Так, тут предоставлено от автора Виталия Иванушкина, есть два варианта. Брезговик, правда, брезговик, хотел отметить, что брезговик анимированный. Есть такая вариация, есть короткая, есть длинная с названием, видите, урал. Так же тут, так же, так же, так же, либо удлинённая, либо короткая. Ну, давайте, пускай, уделённая, то же самое, такая же история, тут одна варианта. Так, по поводу шины, шин тут есть у нас одна вариант. Так, диски тут у нас есть серая с белой, есть серая, есть вот такая красная. Ну, давайте оставлю вот это, я думаю, нормально будет. Так, тут ничего не добавили, не добавишь. Тут уже пошла пусто от Ураль и пусто от Урал. Урал, то есть. Тут тоже, там такая же история, есть такая вариация, есть стартовый вариант, есть такая. Ну, давайте оставлю вот эту. Так, тут тоже особо ничего не добавлено, не прописано, если такая вариация. Если такая вариация. Так же, она прописана в этом дилер, дилер бренда прописана, так же прописана на прямой заказке, то есть агентство заказки. Так, тут так же есть одна вариант, так же такая история, видите. Ну, давайте оставлю вот эту. Тут нечего устанавливать. Так, одна пусто там и пусто. Теперь переходим к передным вариантам. Есть название Russian, регион, 70 регион. Есть вот такая вариация, давайте оставляем вот эту. Так, тут у нас понятное дело, дополнительные трубы. А, это типа дополнительные трубы, понятное дело. Так, есть очки, то есть фара, есть вот такая вариация, есть вот такая полная, есть вот такой краткой. Анимир, ну, то есть этот цифровый. Ну, давайте оставляем вот эту. Так, тут у нас есть одна вариант чехла, для, чтобы радиатор не сразу, этот не отморозился, как бы. Так, тут у нас идёт воздух, это для интеркулера, как бы. Вот, так, тут у нас есть логотип от автора. Есть лесхозовая, есть вот такая, пац, ласт или пац, там. Есть Урал, там, 43, есть золотая звезда, есть Советский Союз Республика, есть вот такая Россия, есть лесхоз белой скрины, есть вот такая, особо я не понял, что это за история. Есть вот такая, 456 звезда. Ну, давай, я не знаю, какую-нибудь, ну, давайте, вот это, я думаю, пускай будет Советский, потому что мы чаще вспоминаем про Советские времена, поэтому пускай будет. Так, тут у нас есть огнетушитель, как бы, так. Так, у нас есть крановый вариант, есть без кран. Либо оставить, либо убрать. А, типа запаска. Давайте вот это оставляем. Так, что еще? Тут у нас есть, есть вот такая вариация, если такая, вот помните, если кто помнит, на каком-то, на старой версии такая Ураля была. Видите, тоже опять 25 прошла, глюк. Вот это и есть глюк. Так, это недостатка от автора, Виталий Иванушкин. Надо потом, по поводу этого дела, надо к нему обратиться. Так, ладно, есть такая вариация, есть вот такая. Ну, давайте вот это вставим, я думаю, вот это нормально, как бы, пускай будет такая вариация. Вот, там, вот такая будет, так же, вроде бы нормально, а тут уже прям пойдет освещение, я думаю, нормально будет, вот, видите. Так, что ж, с этого мы разобрались, с этого разобрались, что это у нас, понятное дело, это у нас труба, по-моему, да, понятное дело, труба, тут труба, так, брызговик, понятно. Все, наверное, ребята, теперь остается попасть в это. В интерьере, что мы тут начнем иметь? Так, одна вариант баранка, тут понятное дело. Так, GPS, то есть, я хотел отметить, что этот тягач уже все полностью оптимизировано для финальной версии, а также оптимизировано для новой версии. Так, есть мобильный GPS, есть портативная, есть вот такая портативная. Ну, давайте, вот это вставление, думаю, нормально будет. Ну, тут больше ничего особо не повесишь, тут не добавишь. Ну, это понятно, это, типа, либо кран, либо такой. Давайте кран посмотрим. Ну, кран, хотя еще можно о чем-то подумать, хотя вот кран начал отображаться, это, как бы, плюс от автора. Ну, все такое же, по поводу вот этого недостатка, потом надо к авторам обратиться. Также для тех, кто начал поддерживать Виталия Иванушкина, если найдете там какой-то недостатка, можете прямо к нему обратиться. И вам, по той же ссылке, вам обновление, исправление скинут, как бы, при таком условии, чтобы вы, чтобы он от вас, ну, от вас не у кого, то есть я не обнаружил слитую моду, то есть. Ну, чтобы не сливали, ни с кем не поделивали, вот, что я имел в виду. Ну, все, ребята, вроде бы все, как бы, остается его приобрести, естественно, купить. Там есть, куда его отправить. Так, давайте вот сюда, сюда. Все, мы его приобрели. Так, что ж, остается его посмотреть. На что наш долго заслуженный автономный приватный тягач от Виталия Иванушкина. Урал 375-го Дэк. Что ж, ребята, поехали. Сетевая есть. Обычная есть. Звучит неплохо, еще раз. Да, это... Это как прям... Так, ладно. Так, сейчас, быстренько, секунда. Секунду, все это дело мы сохраним. Так, так, дадим питание. Чепок, отлично. Так, приблизим, смотрим. Так, как видите, как мы видим, GPS-навигатор, все это дело у нас, у вас, начал срабатывать, либо оставить, либо исключать. Это ваше желание, ваше усмотрение. Так, отпускаем окна. Окна есть. Анимация есть. Так, сторона пассажира есть. Все есть, все работает. Так же, все это дело у нас у нас начало срабатывать. Так, по поводу стеклочистителя. Ребята, так, приблизим. Да, немножко неудобно. Так, по поводу индикации. Давайте, ну, так. Это у нас стояночная, правда. Так, глянем. Да. Есть, есть воздушный звук. Стояночный. Есть подсветка. Но не вижу, не вижу этот самый. Не вижу анимированный. Анимированный датчик не вижу, правда. Так, что ж так, стеклочиститель, глянем. Расположение. Это, наверняка, все знаете, датчик дожди. Так, два положения. Вот, как хотел отметить, видите, тут по-другому, а вот тут по-другому. Да, вот это надо, к авторам надо, по поводу этой истории, надо, к авторам надо обратиться, чтобы все, автор Виталий Иванюшкин взял все это дело, исправил. Так, ладно, это расположение. Все, оно исключается. Так, глянем. Датчик дожди есть. Расположение. Все, два варианта, одна вариант есть действующая клавиша, а второй вариант есть датчик дожди. Так, ладно, включим. Так, ладно, сейчас это у нас датчик дожди. Так, теперь, давайте сейчас быстренько пробежимся. Тут надо, вероятно, осадку надо самым максимумом надо вставить. И давай, поехали. Включить там... А, видите, мне надо все это дело заново писать. Как там пишется? Джи... 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 Сеть... Джи-сеть... Ээээ... А, подожди. Джи-сеть... Эээ... Блин, что тут происходит, ребята? Так. Джи-сеть... Эээ... Червя-червя-черк, пробел 1. Так, как видите, как мы видим Пошла дождь Так, смотрим, ребята Так, как видите, как мы видим Все это дело пошло Так, смотрим За собой капли душ не оставляет За собой капли душ убирает Может, отлично Так, отпускаем Датчик, подожди, есть За собой капли душ не оставляет За собой капли душ убирает Может, отлично, вроде бы Косяки мы никакой не видим кроме вот это стеклоочиститель ты тоже сам такая же история все это дело начало срабатывать так изнаружи смотрим глянем еще раз глянем все есть все прописано все как бы все как располагается так сторону этот как его там так пассажиры все есть все работает так так ладно все это дело начали вырубить так теперь остается так еще раз за собой капли тоже не оставляет за собой капли душ убирает может отлично да ребята хотел отметить что есть слитая версия но это не то который вы думаете тут совсем другая история как бы ну поняли как бы как что чего так с этого разобрались так смотрим блокировка дифференциал не вижу ребята вот правда блокировка дифференциал я тут не вижу аварийка есть все есть все работает право лево аварийка все есть так давайте теперь пройдемся по ночам так что подождите так чпок как там пишется джи джи сеть джи сеть джи сеттайм джи сеттайм пробел полуночь ну пускай там будет полуночь все как видите как мы видим все это дело у нас да давайте сейчас я быстренько тоже пробежусь эта история уберу все как бы так что мы тут начали иметь не знаю тут у нас и вроде бы подсвет кабина не вижу нету подсвет кабина так так смотрим есть сетевая так глянем не вижу ребята ли вот ребята представляете вот за что мы платили автору 2500 рублей за то что нету сетевая сигнала блин ну есть эти действующие клавиши то нету так ладно право лево аварийка есть так глянем так реверс есть все есть как бы нормальным отличным духом работает меня вот ребята вот я не знаю пишите в комменты что вы будете думать это за что стоит этот тягач 2500 я не понимаю я вот правда вот ребята вот я не знаю как что ему рассказывать как так ладно все все вырубили аварийка есть как бы так вырубим право лево все есть как бы так сетевая смотрим сетевая есть я еще я еще тут короче не успел все это дело добавить так но приобретованная мальчика и у нас тут нету может подсвет кабина глянем вроде бы тут мы не видим они есть подсвет кабина они не ну-ка не нету подсвет кабина даже отсюда можно посмотреть видите нету подсвет кабина я думаю нормально не сути так что еще мы тут им начали иметь так все есть все работает право лево аварийка так по поводу а кпп глянем нету мы тут не видим коробка так не видим правда ну ладно не сути так ладно так сейчас время там пушка будет там 99 и там вот это тоже все это дело вырубить что еще ребята остается запускать двигатель посмотрим наш тягач на что способен так я сначала стояночная теперь давайте запускаем двигатель ну-ка да да ребята обратите внимательно внимание когда я даю питание раз видите хотя вот это исправлено вот только да также обратите внимательно внимание где-то тахометра где уровня топлива уровня вода уровня аккумулятор и остальное другой еще раз так далее питание ведь и все начало срабатывать и убираем питание и также даем питание все есть все работает так же запустим двигатель до звук своя звук своя так давайте да все свое управление моста смотрим есть управление моста все есть все работает даст когда сюда самая выше крыша так сбросимся есть физика все есть так дадим назад так а глянем да есть анимированные бедра есть анимированный брызговик еще раз да ребята хотел отметить что вот надо к авторам надо обратиться чтобы автор взял исправил свой стеклоочиститель вот там исправил свой вити нету здесь еще стояночных тормоза не видим вот правда пишите в коментах так что это тягач стоит 2 500 я не понимаю ребята попробуйте со мной согласитесь за то что отпускание окна и анимированный брызговик пишите ребята в коментах что вы будете думать а то про ответ виталий в каким то чтобы остается просто платить проверить hundred type power вот все коробку все сняли так все закроем да функций кабеля есть отtóля им так заботим Функция кобелей есть, анимированный брызговик есть. Анимированные бёдры есть, всё есть как бы. Ребята, пишите в комменты, что вы будете думать. Насчёт армаза слов нет. Так, по поводу баранка глянем. Баранка глянем. Да, баранка тоже не прописана. Нету анимированные баранка нету. Попробуйте со мной, согласитесь. Так, сбросимся. Всё, ребята, ну, зеркалата, я думаю, зеркалата работает, как бы, вот, лево, как бы, да. Если вот нажать на латинскую букву D, всё работает, как бы, всё работает, как бы. Так же, так же, так же, всё это дело начинает выполнять по вашему усмотрению, по вашему варианту, как бы. Да, сбросимся, всё. Нет, ребята, тягач, неплохая тягач. Пишите в комменты, что вы будете думать о такой прекрасном автономном приватной тягач Урал-375D, предоставленном от автора Виталия Иванушкина. Естественно, что ссылка про этот чудо-техника под видео будет в описании. Ну, да, естественно, что для тех, кто любит, обожает ездить по советской коллекционеру, то есть, да, типа, вот, там, ну, короче, ребята, для того, чтобы не пропускать следующий эфир, следующий обзор, рекомендую, советую вам подписаться на моего канал Konami TV, Detract TV. Все ссылки также под видео будет в описании. И также закреплено будет в комментариях. Так, ладно, что ж, ребята, ну, не знаю, ребята, вроде бы... Ну, что ж, ребята, надеюсь, мне пора с вами попрошаться. Надеюсь, обзоркам-то было полезно. Обзоркам-то помогло. Подписывайтесь, ставьте лайк. Konami TV, Detract TV. Пишите своё мнение по поводу этого автономного приватного тягача от Виталия Иванушкина. Предназначена также для финальной версии, также предназначена для новой версии. Ну, для новой патча 1.50, как бы, и также предназначена для финальной версии, для 1.49.2.23 Steam. Что ж, ребята, ещё раз буду повторить, что обзоркам-то было полезно, обзоркам-то помогло. Подписывайтесь, ставьте лайк, нажмите колокольчик в уведомлении, для того, что не пропускать следующие обзоры, следующие эфиры и следующие стримы. Что ж, ребята, берегите себя, берегите своих близких. Всем пока-пока, до следующего выпуска стрима, всем пока-пока.